Друзья, всем огромный привет! Сегодня поработаем вот с такой свечкой. Она сделана из парафина. И как все знаете, парафина это перегонка нефти. А мы сегодня сделаем с нее отличную пропитку для дерева. Если вам интересно, давайте посмотрим ролик. Поехали! Ну и как вы все поняли, свеча у нас сегодня будет одним из самых главных ингредиентов, так как она сделана из парафина. Возьмем какой-нибудь чугунок, кастрюльку, ковшичек и нарежем туда свечку. Она у нас будет почти одним из главных ингредиентов нашего синюшного состава. Я много делать не буду. Вот так вот на донышке. Ну прилично. И сейчас нальем три части обычного подсолнечного масла. Ну примерно вот так. Также нам понадобится самая обыкновенная газовая горелка. Нам нужно подогреть наш состав. Обязательно доводим до кипения, чтобы были вот такие вот пузырьки. Сейчас наш парафин расплавится. Нагрели вот до такой консистенции, чтобы пузырьки пошли. Если не нагреть, то масло будет липнуть. Теперь надо все хорошенечко нам перемешать. Только будьте аккуратны, очень горячо. Берем доску и самую обыкновенную кисть. Если хотите, можно доску подогреть феном, либо той же самой горелочкой. Будет впитываться еще лучше. И теперь наносим наше средство. По границу сейчас промажу. Самое безопасное экологичное средство, которым пользуюсь давным-давно. Кстати, грядки пропитаны таким же составом, на улице сделанные из дерева, уже служат более пяти лет. И ничего с ними не случилось. Ну и сейчас немножко остынет. И мы с вами посмотрим, какой эффект. Масло хорошо впитывается. Парафин дает небольшую корочку. Липнуть ничего не будет. И будет хороший водоталкивающий эффект. Можно прям взять горелочку, поджечь. И вот так вот немножечко прогреть само дерево. Ну и еще лучше впитается. Друзья, ну вот прошло буквально минут пять. Так уже все впиталось. И, ну немножечко, может совсем чуть-чуть еще пока мажется. Ну потому что она еще полностью не высохла. Влагу впитывать точно не будет. Сейчас мы с вами это проверим. Как видите, она скатывается. То есть вода впитываться не будет. Здесь она вот, она сразу впиталась в другом месте. Здесь же она просто скатывается. Как видите, она не впитывается. То есть она с вами такая получилась. Самое экологичное и самое чистое покрытие для дерева. То есть зачем грядки покрывать там маслом, моторным, машинным, когда можно сделать такое. Вот видите, здесь сразу впиталось, да, сбоку. Не обработанное. Здесь ничего не впитывается. Она просто вон скатывается. Как с гуся вода. Еще даже, видите, не успела здесь еще горячий чугуночек. Еще даже не успела застыть. То есть показал сразу же. Не ждал долго времени, не выдерживал. Показал как есть. Я думаю, всегда можно найти обычное масло. Даже переработанное во всех кафешках. Также можно парафин найти в хозмагазинах. Я вот, например, покрасил полметра доски. Еще сколько жидкости осталось, а даже полсвечки не потратил. Свечка стоит 15 рублей. Масло тоже много не потратил. Друзья, ну я надеюсь, вам понравился такой коротенький выпуск. Средство действительно хорошее. Пользуюсь им сам давным-давно. Оно очень старое и древнее. То есть это не секрет, ни для кого. Кто-то, может быть, конечно, не знал. Кто-то, может быть, пользуется давным-давно. Если вы пользуетесь, напишите ваше мнение. Если нет, то напишите, чем вы обрабатываете. Если кто-то делает грядки на огороде. Каким средством пользуетесь вы. Я всего лишь показал. Не претендую на звание, что я это изобрел. Это не мое изобретение. Просто показал. Если понравилось, обязательно палец вверх. Опять же, пишите ваше мнение. Пишите комментарии. Жду от вас обратной связи. Вам желаю всем крепкого-крепкого здоровья. Всего самого хорошего. И до новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok